глава 7 3 энергетический уровень исследование 3 энергетической зоны сложный процесс это довольно закрытая зона в ней действует много ограничений для тех кто живет в первой зоне фактически душа из первой зоны находится на уроке или можно даже сказать в игре и в связи с этим процесс получения информации весьма затруднен воплотившись в первой зоне вы получили задание и у вас есть определенные цели и задачи которые вы должны решить и никто не будет решать эти задачи за вас никто не будет давать вам готовые ответы вы должны пройти свой путь сами а информация из третьей зоны может сильно изменить правила игры поменять расклад сил и радикально изменить вашу жизнь именно поэтому вы не узнаете номер выигрышного лотерейного билета не узнаете свой день смерти или о катастрофе любого масштаба как правило все предсказания строятся на интуиции и логике и возможно на смутных воспоминаниях но конечно вы можете получить предсказывающую информацию если это есть в планах старейшин о них чуть позже поэтому информация которую излагаю я получена мной в личных путешествиях по третьей зоне и из общения с ее обитателями а это доступно для всех желающих как попасть в третью зону мне известно о двух доступных способах перемещения в третью энергетическую зону первый это способ перемещения через визуализацию вы представляете себе очень отчетливо место куда хотите попасть и проецируетесь сразу туда попасть в третью зону можно сразу выходя из тела минуя вторую зону иногда перемещаясь по второй зоне вы промахиваетесь и попадаете в третью случайно но удержаться там сложнее и вы можете либо снова провалиться во вторую зону либо вернуться в тело второй способ уже находясь во второй энергетической зоне повысить уровень вибрации своей энергии это сразу переместит вас в третью или в четвертую зону в четвертой зоне без проводника удержаться практически невозможно но и в третью зону в первый раз лучше перемещаться с проводником это поможет попасть сразу в нужное место и он поможет вам дольше продержаться на таком высоком уровне проводники или помощники это особая тема с которой связано много страхов и небылиц но все страхи развеиваются когда вы узнаете правду а правда в том что вы никогда не остаетесь один на один со своими проблемами и уж тем более когда вы вступаете на неизвестную вам территорию перемещаясь на другие уровни бытия вас всегда сопровождает родственная душа или учитель конечно вы не видите их и не ощущаете но они рядом как ангелы-хранители зная что могут напугать нас они не показывают себя нам но если вам нужна помощь или вы считаете что уже готовы для общения с ними вы можете попросить их о помощи они не решают за нас наши уроки и проблемы они направляют подсказывают поддерживают в своей жизни мы часто чувствуем такую поддержку если открыты для нее просто не осознаем откуда она приходит так вот воспользоваться проводником для первого перемещения в третью зону самый удобный быстрый способ именно так было у меня структура третьей энергетической зоны структура этого уровня похоже на множество мыльных пузырей одни очень большие другие маленькие некоторые из них соприкасаются другие парят самостоятельно и пространство каждого пузыря заполнена реальностью воссозданной душами для своего обитания все миры и пространство нашей вселенной имеют здесь свои пузыри в каких-то пузырях воссозданы целые миры с миллиардами обитателей а в каких-то небольшие зоны из любимых мест прошлых жизней для обитания всего лишь нескольких душ здесь есть мир и земного типа всех форм и размеров есть воздушные водные есть микромиры для микроорганизмов и макромиры для планет звезд и галактик все формы разнообразной жизни с первого и второго энергетического уровня имеют здесь свое место обитания и пространство для этого уровня может быть настолько большим насколько это требуется для создания мыльных пузырей реальности в своем человеческом высокомерии мы думаем что только люди обладают душой и только люди имеют право на существование после смерти иногда мы готовы дать такой шанс нашим домашним питомцам на самый край еще паре видов все остальные мыши змеи микробы и бактерии фу какая гадость они конечно же должны сгинуть в вечности навсегда потому что мы считаем их недостойными но в великом плане сверх души никто не забыт и не потерян для каждой души есть план и одна цель все мы большие и маленькие успешные не очень достойные нет стремимся к одной цели вернуться домой обогащенными опытом и знаниями и нет плохих и хороших душ есть те кто ушел вперед и те кто немного отстаёт и размер жизни в первой зоне оболочка жизни совсем не говорит об отсталости души просто для каждого есть свой план все мы появились из одной сверх души все мы являемся частью одного целого именно в третьей энергетической зоне живет и обитает душа между своими воплощениями души как правило живут в небольших группах до десяти у каждой группы есть наставники и учителя каждый учитель обладает определенными навыками специализации и обучает им всю группу учителя более продвинутые души не воплощающиеся в первой зоне они стоят на переходном этапе между третьей и четвертой зоной они делятся с нами своим опытом помогают нам между жизнями души анализирует прожитые жизни планируют новые вместе с учителями и своей группой учится определенным навыкам которые пригодятся при воплощении силы своей мысли создают зона обитания в третьей зоне мыльные пузыри реальности и просто наслаждаются отдыхом и общением с близкими душами разделение сознания практикуя измененное состояние или транс я убедился в том что наше сознание имеет свойство делиться на части практикуя выхода из тела и общаясь с обитателями третьей зоны я выяснил что такая особенность сознания существует на всех уровнях и вот что я осознал первое все мы являемся маленькими частичками сверх души отделившимися от нее в самом начале своего пути второе воплощаясь в первом энергетическом уровне мы берем с собой только малую часть своей энергии и сознание большая ее часть остается в третьей зоне третье выходя из тела мы оставляем часть своей энергии сознания в теле это необходимо для поддержания связи с телом и для контроля его физических функций четвертое все части нашего сознания связаны и могут обмениваться информацией время в третьей энергетической зоне здесь нет времени в том понимании каким мы его понимаем здесь в первой энергетической зоне в третьей зоне есть развитие создание реальности обучение навыкам и так далее а значит существует процесс мы с чего-то начинаем и к чему-то приходим получаем результат а значит все движется из точки а в точку б и занимает какое-то время то есть время все таки существует так в чем же разница а в том что в первой и второй энергетической зоне время конечно она имеет начало и конец в третьей энергетической зоне смерти нет и процесс с обучения может продолжаться столько сколько это необходимо то есть вечно а значит нет необходимости в контроле времени и его подсчете кроме того вы можете после своей смерти на земле провести в третьей энергетической зоне тысячу земных лет а затем воплотиться на земле на следующий день после своей последней смерти третья энергетическая зона находится вне зоны времени первой и второй зоны из третьей зоны можно попасть в любую точку во времени и в первой и во второй зоне первая зона это учебник имеющий первую и последнюю страницу и открытию мы можем на любой странице и вот тут сразу возникает множество вопросов можно ли воплощаться в разном времени и разных эпохах можно ли к примеру воплотиться в семнадцатом веке прожив жизнь в двадцатом значит уже все известно о истории моих жизнях уже известно как я проживу свою жизнь какие прямые решения а как же свобода выбора или мы не можем ничего менять и должны прожить жизнь так как предначертано и в какой промежуток времени мы попадаем в третью зону выходя из тела ведь по логике мы можем попасть в будущее где наша нынешняя жизнь уже закончена далее я даю описание этих вопросов так как понимаю это я первая зона это учебник можно сказать сложная компьютерная программа и она существует в законченном виде но она статична и оживляем ее мы своим присутствием и время лишь один из инструментов для работы в первой и второй энергетической зоне время в первой и второй зоне не движется а мы движемся через него именно наше присутствие как душ оживляет картинку и сюжет конечно же это сложно укладывается в голове но надо постараться это осмыслить реальность такова что мы можем выбрать жизни в любом времени в любом теле это конечно не происходит из любопытства это серьезный расчет и планирование наших учителей и старейшин вместе с нами мы выбираем жизни с необходимым набором трудностей генетических особенностей ситуаций и если необходимо вернуться в прошлое чтобы закрепить урок то это возможно можно прожить жизнь в будущем если это обосновано но обычно никто не сбегает вперед на последние страницы учебника не усвоив предыдущего материала а как же быть с историей мира наша жизнь это маленькая песчинка и если бросить ее в воды ниагарского водопада она не изменит его течение для нас создаются условия мы должны попасть в условия где будем хищниками и в условия где будем жертвой мы должны примерить на себя все роли но выбор решений всегда остается за нами именно мы решаем как поступить в той или иной ситуации и в этом мы полностью свободны мы можем менять жизнь так как пожелаем но мы всегда будем оставаться в рамках системы есть опыт который мы должны усвоить концу учебника но путь освоения программы учебника может быть разным длинным или коротким нам предлагается материал учебника задачи формулы подсказки а наша задача усердно учиться и последний вопрос который я хочу осветить говоря времени мы можем выбирать себе тела и время воплощения это значит что в учебнике в системе в программе если хотите уже есть такое тело которое нам необходимо она обладает необходимым набором качеств жизненных условий и так далее и это значит что после меня эту жизнь может выбрать другая душа и до меня эту жизнь прожили множество раз другие души а это значит что мою жизнь проживают множество душ с небольшим интервалом во времени кроме того мы можем выбрать любую жизнь и в любом времени например если вы захотите прожить жизнь леонардо да винчи то вы сможете это сделать возможно вы примете другие решения и пойдете другим путем и не станете великим изобретателем но скорее всего это будет очень похожая жизнь с небольшими изменениями ведь у нас всегда остается право выбора и право вносить изменения в свою жизнь но тут важно пояснить один важный момент когда старейшины и наши учителя подбирают для вас новую жизнь то они учитывают многие факторы главным из которых является необходимый набор жизненных уроков и конечно же это не легкомысленный выбор это серьезное взвешенное решение кроме того находясь на третьем уровне вы не рассуждаете как человек вы обладаете памятью души и прекрасно знаете какие опыты вам необходимы вопрос времени сложен для нашего осознания но это наша задача понять и разобраться наверное не очень уместно сравнивать нашу жизнь с компьютерной программы или с учебником но я пытаюсь говорить о сложном простым языком конечно же эти сравнения примитивны и далеки от сложной реальности но они помогают осмыслить механизм работы системы реальности и конечно же все эти знания не должны давать повода расслабиться незаконченный урок все равно придется закончить рано или поздно эти знания должны давать надежду и успокоение потому что наша жизнь наполнена смыслом и значением ограничение в третьей энергетической зоне в связи с тем что в третьей зоне имеется огромное количество информации а мы все еще находимся воплотившись в первой зоне имеем блоки памяти то для нас существует целый ряд ограничений в этой зоне они касаются всех воплощенных и так вы не можете встретиться с самим собой из этого воплощения вы уже закончили это воплощение и уже находитесь в третьей зоне то есть в будущем вы умерли и попали домой в третью зону а третья зона внеземного времени и поэтому вы фактически можете увидеть самого себя после смерти так вот этого не получится за этим следят выходя из тела вы попадаете в тот промежуток времени в третьей зоне из которого вы отправились на воплощение в первую зону кроме того вы не можете контактировать с живущими одновременно с вами же в первой зоне то есть родными и близкими кроме тех кто уже умер до вашего появления в третьей зоне это делается по причине сохранения тайны вы не можете получить такую информацию которая может повлиять на вашу нынешнюю жизнь кроме того вы будете ограничены в получении любой информации которая может повлиять на план вашей жизни жизни других в момент вашего воплощения большая часть вашей энергии души остается в третьей зоне и она обладает знаниями которые намеренно заблокированы в вашей памяти поэтому даже при возможной встрече с самим собой оставшимся в третьей зоне вы скорее всего этого не поймете вам никто не будет давать готовых решений в этом и смысл воплощения пройти весь путь и решить все задачи в третьей зоне вы будете получать общую крепляющую информацию поддерживающую возможно подсказки третий энергетический уровень с его бесконечными мирами представляет для нас огромный интерес и исследовать его можно бесконечно но не всю информацию мы можем перенести с собой сюда по причинам описанным выше образ мышления обитателей третьей энергетической зоны образ мышления обитателей третьей энергетической зоны настолько отличается от нашего что можно назвать их небожителями они лишены влияния наших земных тел а наши тела имеют склонность к агрессии и жестокости наш мозг является ограничителем даже в неповрежденном состоянии а если он поврежден болезнью или мы находимся под влиянием какой-нибудь идеологии то нам еще труднее мыслить трезво и продуктивно кроме того биохимические процессы в нашем организме влияют на наши эмоции и чувства добавьте еще сюда отсутствие знаний информации влияние культуры и окружения накопившиеся проблемы и вы получите человека попавшего в третью энергетическую зону именно с таким багажом мы встречаемся с обитателями третьей зоны они знают это и понимают отношение к нам напоминает отношение любящей мамы к своему маленькому несмышленному ребенку они сопереживают нам и всячески пытаются нас поддержать первая встреча с проводником мое знакомство с третьим энергетическим уровнем началось не случайно попасть туда мне помогли выйдя из тела и попав во второй энергетический уровень я встретился с проводником который рассказал о существовании других уровней о том как перемещаться между уровнями вечер я уединился в отдельной комнате своего дома с очень хорошей шумоизоляции я построил дом где специально подготовил комнату для таких практик моя цель медитация под музыку я использую этот способ медитации когда есть время и возможность уединиться тихая расслабляющая музыка способствует легкому вхождению в транс потратив около получаса на упражнение я разделяюсь с телом поднимаюсь через потолок и крышу над домом осматриваюсь на конце крыши своего дома замечаю человека он сидит на крыше и смотрит на меня я присаживаюсь на противоположную сторону и осматриваю его я его не знаю можно было бы предположить что это кто-то из соседей но попасть ко мне на участок трудно а залезть на крышу не потревожив нас еще труднее кроме того он внимательно следит за мной а значит тоже находится вне тела я обращаюсь к нему привет я андрей в ответ я получаю ответ в виде мыслей привет привет меня зовут или рин еще никто не общался со мной посредством мысли и это очень меня заинтересовало ты тоже путешественник да можно сказать и так эти слова были сказаны обычным способом как у тебя получилось ответить мне без слов я намеренно так сделал чтобы показать тебе что есть и такая возможность для общения для этого необходимо сконцентрироваться на том что хочешь сказать и направить свои мысли тому кому хочешь с практикой это становится очень просто после такого ответа я понимаю что передо мной более продвинутый путешественник чем я я приближаюсь к нему ближе чувствую что от него не исходит угроз осматриваю его это молодой парень лет так тридцати приятная внешность улыбается откуда ты или рин ты далеко живешь нет я не из этих мест но живу очень близко в соседнем городе нет я хочу пригласить тебя в гости и показать где живу это поможет тебе увидеть новые возможности о которых ты пока не знаешь сейчас да хорошо куда летим для этого лететь не надо можно остаться на месте я сейчас возьму тебя за руки а ты сосредоточишься на своих ощущениях попробуй сделать то что ты делаешь чтобы попасть сюда ощути вибрации ускорить а я тебе помогу я немного волнуюсь потому что понимаю важность происходящего мне пытаются помочь сделать еще один шаг в своем развитии это похоже на выход из тела когда ты уже вне его но хорошо ведь именно таких возможностей я искал или рин приближается и берет меня за руки не волнуйся расслабься закрой глаза и сосредоточься я делаю все как он говорит он сразу вызвал у меня доверие и расположение спустя мгновение я ощущаю легкое головокружение и вибрацию в теле я позволяю ей пройти через все тело и усиливаю ее затем все проходит открой глаза я открываю глаза и вижу что мы находимся уже в другом месте нет моего дома вокруг все залито светом так что глазам нужно время чтобы привыкнуть мы стоим посреди красивого места или рин отпускает мои руки это поле с густой зеленой травой через траву местами пробиваются цветы вдалеке я вижу деревья а на горизонте возвышаются горы вокруг нет ни домов ни дорог легкий ветерок и ощущение свежести нос наполняют пьянящий аромат растительности я смотрю на лирина и мне кажется что одежда на нем изменилась осматриваю себя и на мне точно такая же одежда что и на нем это светлая рубаха и светлые штаны одежда просторная и без пуговиц что-то вроде льняной одежды на ногах ничего нет мы босиком да здесь мы выглядим немного по-другому где мы это твой дом это пространство где я живу а мой дом недалеко отсюда я намеренно показал тебе это место чтобы в следующий раз начать знакомство с моим миром отсюда следующий да сейчас ты должен впитывать в себя энергию этого места почувствовать его вибрацию оставаться здесь непросто нужна тренировка но я буду помогать тебе и в следующий раз сразу настраиваясь на это место я буду ждать тебя здесь я закрываю глаза и погружаюсь в свои ощущения и они немного отличаются от привычных мне во второй зоне находясь вне тела вы всегда будете испытывать легкость а немного потренировавшись сможете управлять своими мыслями и движениями и эти новые ощущения можно сравнить с невероятной свежестью после хорошего отдыха на чистом воздухе и сознание начинает работать без помех от нашего тела конечно нельзя полностью избавиться от влияния нашего тела но эти ощущения молодости свежести и чистоты сознания всегда будут сопровождать вас в путешествиях вне тела но как оказалось есть еще более высокий уровень ощущения реальности стоя здесь в третьей зоне с закрытыми глазами и наблюдая за собой я понял что как будто переродился это похоже на то что я получил новое тело и оно легче ярче и чище предыдущего я ощутил чистоту самого пространства моя сущность чувствовала все вокруг я ощущал чистую вибрацию травы и цветов и я видел или рина своим внутренним взором всю его чистоту казалось ничего не может ускользнуть от моего внутреннего взора моя энергия пульсировала в такт с окружающим миром это было так прекрасно я подумал о том что не хочу чтобы это заканчивалось это чувство блаженства покоя и умиротворения нельзя сравнить ни с чем что я испытывал раньше я был дома я почувствовал как бы легкое головокружение и очнулся в теле как сильно отличается то что я ощущаю сейчас от того что было там я лежал на диване а на меня давил груз моего тела и казалось что сейчас на мне сидит слон я впервые почувствовал такую огромную разницу между уровнями эмоции тоже не заставили себя долго ждать ощущение потери какой-то утраты как тяжел наш мир энергия нашего уровня с ее медленной вибрации сейчас особо мною воспринималась теперь я понимаю какой подвиг совершает душа приходя в наш мир но вместе с тем я осознал какое будущее нас ожидает как прекрасна надежда на возвращение домой теперь я понимаю что эта жизнь лишь временное испытание урок и что когда урок закончится я смогу насладиться блаженным отдыхом дома вторая встреча с проводником так я впервые познакомился с элерином и с третьим энергетическим уровнем конечно я знал что существуют другие уровни я знал что после смерти наши души уходят выше второго уровня но я никогда сам не поднимался так высоко и даже не знал как происходит перемещение между уровнями но однажды попробовав я не упущу шанса побывать там еще раз теперь я сосредоточу все свои усилия на практике усиления энергии увеличение частоты и и вибрации нужна тренировка а этого можно достичь через медитацию без контроля долго там не продержаться будет выкидывать обратно вибрация вашей энергии должна совпадать с частотой вибрации 3 уровня если этого не достичь что и попасть туда не получится подобное притягивает подобное как говорится в народной мудрости и вас будет всегда притягивать назад в тело неделю я провел в ежедневных тренировках и смог нащупать новый ритм вибраций разница ритмов была ощутимой если сравнить с чем-то знакомым то пожалуй подойдет сравнение с состоянием трепета и восторга это не волнение а именно восторг это сродни сильной влюбленности когда вы парите над действительностью войдя в состояние высокой вибрации вы ощущаете как вас просто выталкивает из тела и вот в этот момент важно настроиться на правильное место сделать это возможно через визуализацию но не только образа места но его энергетики его наполнение если этого не сделать то вы можете попасть в любое место в третьей или во второй зоне место которое притягивает вас само именно поэтому первый раз отправляться на третий уровень лучше с проводником именно поэтому эльрин просил меня прочувствовать место в котором мы оказались соприкасаясь с энергетикой места вы получаете сильный якорь привязку которую никогда не забудете и повторное попадание в нужное место не составит труда вечер я уединяюсь для медитации начинаю с дыхательной практики затем около 30 минут медитирую прокачивая энергию по всему телу и усиливая ее чистоту вибраций вибрации наполняют все мое тело сопротивляться почти невозможно меня практически выталкивает из тела я наполняю свое сознание тем отпечатком места куда собираюсь попасть легкое головокружение и я на месте вокруг яркий свет секунду уходит на то чтобы подкорректировать свое восприятие это то самое место я снова посреди степи густая зеленая трава цветы и аромат я необыкновенно счастлив что сразу оказался в нужном месте снова чувствую эти яркие легкие ощущения мне кажется что все мое тело стало чистой прозрачной энергии я осматриваю себя и снова вижу светло-бежевую просторную одежду мои босые ноги ощущают землю под травой мне кажется что поток энергии проходит через мои ноги и я понимаю что я дома мне здесь рады приветствую андрей эти слова исходили от или рина и звучали в моей голове но его нигде не было видно забавно да почти смеясь сказал или рин ну да ладно не буду тебя смущать невдалеке от меня из воздуха появилась сфера она была в диаметре метров пять розоватого цвета напоминала светящийся изнутри кристалл а снаружи переливалась цветом как мыльный пузырь опустившись почти до земли часть сферы исчезла и в появившемся проеме я увидел или рина он сделал шаг и вот уже он идет ко мне его лицо светилась чистотой и любовью я всегда осторожно использую слово любовь так как считаю это чувство наивысшим проявлением души но оказавшись здесь на третьем уровне я ощущаю ее повсюду это чувство наполняет меня ко всему вокруг и все отвечает мне взаимностью привет такого я не ожидал увидеть да я покажу тебе еще много интересного он положил руку мне на плечо и пригласил пройти внутрь сферы что это за машина это не совсем машина в этом месте все пользуются такими сферами для передвижения это удобно она управляется мыслью и может менять форму и размер может мгновенно переместить нас в любое место перемещаться здесь можно и самостоятельно но сегодня так будет удобнее подойдя ближе я увидел ступени ведущие внутрь поднявшись обнаружил два удобных кресла и никакой панели управления это было небольшое круглое помещение с ровным полом и похожими на стекло стенами стены были прозрачными и лирин вошел следом за мной и пригласил меня сесть в кресло место проема заполнилась такой же стеной и все стало гладким и круглым мы отправляемся ко мне домой а по дороге я покажу тебе окрестности я находился под впечатлением и поэтому просто молча созерцал происходящее сфера беззвучно медленно поднялась воздух примерно на 30 метров пол стал прозрачным а сквозь стены было все прекрасно видно и мы полетели в ту сторону где на горизонте виднелись горы что это за планета это не планета это пространство место наверное по вашему можно сказать что это рай но это не совсем так это место где живут души с земли их очень много здесь воссозданы самые прекрасные места в нашем понимании и мы живем здесь со своими родными в небольших группах скоро ты все увидишь ильвин а ты сейчас имеешь на земле тело ты живешь с нами нет в твоем отрезке времени меня нет скоро мы сможем поговорить я понимаю что тебе все интересно но не торопись сейчас посмотри вперед там между гор долина который находится мой дом скоро мы прибудем мы пролетали над лесом деревья были разных сортов я точно различал дубы были деревья похожие на каштаны и деревья с цветами росли они не густо и местами мы пролетали небольшие луга затем мы пролетели озеро это очень красивые виды впереди были небольшие горы я заметил что местность стала подниматься вверх в этой долине живет около тысячи душ места здесь хватит всем желающим и только сейчас я обратил внимание на то что не вижу солнца кругом было очень светло но солнце не видно здесь у нас нет солнца в нем нет необходимости пространство у нас организовано по-другому нежели на земле мы плавно подлетали к долине повсюду был лес а посреди долины протекала небольшая речка с гор именно она наполняла озеро внизу между деревьев я стал замечать небольшие дома они были похожи на зонтики или грибы расположены они были не вплотную друг другу и только сейчас я заметил гуляющих внизу людей место на поминала ухоженный парк со множеством дорожек и мест для отдыха мы поднялись немного вверх долины и подлетели к одному из домов грибов вблизи он был довольно большим одна из стен растворилась и мы плавно пристыковались к дому точно так же исчезла дверь нашего шара и передо мной открылось большое круглое помещение комната вдоль стен находились проемы и окна они были открыты никаких рам в них не было комната была светлой посреди стоял невысокий стол а вокруг что-то вроде низких диванчиков в горшках цвели цветы это все напоминало земной дом было очень уютно моя жена лейл ждет вас в саду она не стала встречать нас здесь чтобы дать тебе время осмотреться а вот ритону уже не терпится поздороваться он еле сдерживается ильвин показал мне в сторону дивана за ним я увидел прячущегося кота он был слишком большого размера для кота на мордочке были длинные усы и круглые глаза хвост был длинным а шерсть густой почти черный он прижался к полу и внимательно следил за мной как будто готовясь к прыжку как только я начал осматривать его он выскочил из-за дивана как из засады и стал прыгать вокруг меня а внутри я услышал как кот разговаривает со мной он говорил привет ты интересный давай поиграем тут я конечно оторопел от удивления а кот продолжал ну так что ты меня погладишь или мне тебя укусить он игриво извивался вокруг меня я протянул руку и стал поглаживать кота через прикосновение я ощутил его игривую натуру его эмоции его удовольствию не было предела все существа здесь умеют общаться друг с другом и для этого не нужно знать особого языка мы все здесь понимаем друг друга ты можешь просто прикоснуться к дереву и пообщаться с ним или рин подошел к коту и начал его гладить а тот от удовольствия распластался на полу здесь есть и другие животные да многие обитают в лесу есть много птиц а в домах с нами живут наши друзья это было очень необычно ведь на земле мы не можем общаться с животными и растениями а может мы просто не пробуем моя жена ждет нас в саду пойдем мы спустились вниз по винтовой лестнице вышли на улицу и сразу оказались окружены небольшими цветущими деревьями и кустарниками по узкой тропинке мы прошли вглубь сада по краям цвели цветы воздух наполнял аромат зелени и пение птиц мы вышли на небольшую лужайку на которой стояла небольшая беседка увитая зеленью с цветами а рядом стояла молодая женщина и улыбалась нам я леял она жестом пригласила нас пройти внутрь беседки внутри находился небольшой круглый стол а вокруг мягкие кресла мы удобно расположились следом за нами появился код и растянулся в одном из кресел намереваясь как следует отдохнуть я опущу некоторые маловажные моменты чтобы больше сконцентрироваться на нашей беседе и буду передавать суть вопросов и ответов без долгих объяснений андрей ты можешь задать нам вопросы а мы постараемся на все ответить не могу не отметить что все время нахождения здесь я испытывал сильные чувства удивления восторга и восхищения мне было непросто сконцентрироваться я лишь только благодаря помощи или рина и лейл мог удержаться в этом месте без их помощи меня уже давно бы вернула назад в мое тело в это место приходят все души с земли после смерти да во вселенной множество миров и различных форм жизни и каждый воссоздает здесь то что близко ему а так как мы большую часть жизни проживаем на земле наше место похоже на землю как происходит воссоздание это происходит при помощи силы мысли и в этом нам помогают учителя и старейшины кто такие учителя и старейшины это души которые продвинулись дальше чем мы как они вам помогают они учат нас работать с энергией пространства если нет опыта и сил то созданная материя быстро распадается если участвуют много душ то материя стабильнее место в котором мы сейчас находимся создано усилиями тысяч душ как долго души находятся здесь столько сколько хотят сколько это им необходимо для отдыха и осмысления можете подробнее рассказать чем здесь занимаются души после каждой прожитой жизни нам необходимо восстановиться как правило мы возвращаемся истощенными мы встречаемся со своей близкой группой и получаем от них поддержку затем учителя и старейшины помогают проанализировать прожитую жизнь понимая над чем нам надо работать мы начинаем учиться в группах и с учителями это происходит столько сколько нужно кроме обучения мы еще отдыхаем и наслаждаемся общением с близкими и друзьями затем старейшины помогают нам выбрать новую жизнь мы ставим перед собой новые цели и снова уходим на землю как правило уходит сразу несколько членов группы чтобы решать совместные задачи какова цель этих воплощений они когда-нибудь закончатся наша цель вернуться к источнику туда откуда мы появились и вернуться мы должны обогащенные опытом и знаниями это длинный путь и прожить мы можем сотни жизни прежде чем поднимемся на следующую ступень наши учителя и старейшины тоже прошли этот путь но они должны развиваться дальше уровней развития много мы не знаем сколько знания появляются по мере продвижения по пути если я плохо справился с проблемами в жизни это затормозит мое развитие каждая жизнь хорошая или плохая успешно или нет это опыт все души по-разному реагируют на испытания поэтому у всех свой индивидуальный план и путь и это может занять сотни жизней кто-то выбирает более легкий путь а это намного больше жизни кто-то идет трудным путем и это сокращает путь кто-то чаще возвращается на землю чем другие но в итоге мы в группах имеем примерно одинаковый уровень развития могу ли я менять свой план жизни если у меня свобода да в отношении каждого есть определенные планы цели жизни но мы свободно вносить изменения по ходу могу ли я повлиять на ход истории меняя план своей жизни да но это очень сложно этим занимаются старейшины они контролируют ход истории значит войны и болезни тоже они контролируют проявление зла во многом определяется природой человека тигр поедающий детеныша зебры не испытывает угрызений совести это его природа человек по своей природе тоже хищник и одна из главных задач стоящих перед душой на земле взять под контроль тело с его инстинктами и это очень непросто земля одно из труднейших мест для воплощения не все души решаются учиться там есть более легкие пути и места но они занимают больше времени земля это ускоренный курс природа души очень хочет скорейшего возвращения к источнику у животных есть душа да жизнь присутствует повсюду даже там где вы представить не можете жизнью наполнено все вокруг и она выходит далеко за рамки ваших представлений о ней души воплощаются не только в биологические формы все формы жизни имеют свои цели и задачи будь то микроп или планета у земли есть душа да и не только у земли земля является сложной системой жизни в которой вы обитаете это похоже на ваше тело заселенное множеством микроорганизмов такие ответы не могли оставить меня равнодушным они меняли в корне мое представление о жизни мы люди привыкли считать себя венцом творения но оказывается все вокруг наполнено жизнью и все движется по своим дорогам выполняет свои планы а человек с его высокомерием является лишь маленькой частью большого механизма нам людям не хватает уважения к окружающему миру мы с легкостью проявляем жестокость к животным уничтожаем нашу планету да и свою жизнь не ценим пришло время задуматься прислушаться голосу своей души в этот момент я стал ощущать потерю концентрации мне становилось труднее воспринимать окружение и слова моих друзей и они понимая это предложили мне вернуться позже после отдыха мне очень не хотелось уходить я боялся что это может быть последней встречей и хотел впитать как можно больше информации и впечатлений но моих сил не хватало для удержания себя и мои друзья перестали поддерживать меня а просто предложили продолжить в следующий раз спустя несколько секунд я уже ощущал свое тело и всю тяжесть материи первого уровня не открывая глаз я максимально полно прокрутил в памяти все произошедшее со мной а затем встав записал все в свой дневник это было незабываемое путешествие и к счастью не последние в последующие годы я имел множество встреч с моими новыми друзьями и множество удивительных совместных путешествий по различным мирам некоторые из них я опишу для вас далее и и и и Субтитры создавал DimaTorzok